привет принесли ноутбук сегодня на установку винды и программ как оказалось я уже посмотрел что здесь есть винда я еще конечно не вскрывал но судя по описанию на сайте там уже винда стоит самое интересное что магазине предложили установить windows за 4000 такая хитрая махинация по выемке денег у населения я еще удивился что за 40 минут они быть готовы установить его но тем не менее сделан обзор ноутбук до 30000 для учебы ключевые фразы модель asus r540 у цена 29000 в мвидео может быть где-то дешевле есть покупали именно в мвидео не знаю почему может бонус какие-то были или рядом с дому в общем из предела 30000 подобрал несколько вариантов выбрали почему-то этот есть чем мы имеем курай 3 6100 у видимо 16 либо 17 год ssd 256 ddr 4 4 гигабайта usb 3 0 1 и 2 2 0 и здесь написано windows 10 64 бит стоит посмотрел на сайте правда написано что windows 10 домашний стоит что удивительно оперативки можно до 12 расширить видео ухо intel hd график 520 я так до конца не понял это встроенные либо отдельные сейчас по наклейкам посмотрим или внутри уже когда включим экран тфт не на матовый или глянцевая матовый написано кстати матовый зато не будет бликовать на солнце разрешение full hd какая звуковая система sonic мастер двумя динамиками webco 03 аккумулятор от до пяти часов картридер и димой здесь нету и таком дисководы мы точно сейчас узнаем когда разберем наклейка сверху заклеена видимо не скрывалась но снизу наклеен скотч так что видим его может через низ открывали и там что-то был тухается крейси вы открывали может быть на приемке когда показывали такая коробка сейчас откроем и посмотри что внутри так распаковал по-быстрому там принципе ничего такого не лежал такой вот зарядник скорее всего маломощный сколько здесь ампер 2 и 3 ампера я раньше видел 33 15 самые маленькие были теперь меньше 3 ампер даже стали делать 45 ватт 19 вольт видимо над букву в процессоре обозначает энергосбережение там энергоэффективность понятно почему аккумулятор пять часов держит видимо здесь все-таки видео ухо встроены так что у нас здесь р-540 сделаны в китае надпись наклейка предупреждающий наверное может быть когда-нибудь мы будем лицезреть ноутбуки с надписи сделаны в россии и гордиться этим но пока что так наклейка windows 10 подтверждающих все-таки стоит винда какие-то QR-коды задняя крышка монолитная с одной стороны это облегчает чистку с другой стороны как бы усложняет процесс замены оперативки либо жесткого диска для бытового пользователя ноут легкий я еще в коробке заметил что коробка мало видимо из-за того что здесь нет точнее из-за того что если создание обычный жесткий какой-то степени это облегчает плюс здесь скорее всего нет привода на здесь нет привода тоже облегчает конструкцию здесь у нас картридер рядом с разъемом зарядки 2 usb короче все в одной стороне у нас hdmi наушники слитные в один разъем с этой стороны нас ничего нет могли бы как-то раскидать ну да ладно что еще аккумулятор несъемный соответственно снимать его тоже будет проблемно тест макбука не пройден крышка открывается двумя руками ни одной так здесь у нас чё какая-то надежный аккумулятор зрение компактность корой тренда здесь нет наклейки никакой от nvidia значит все-таки здесь встроенный в процессор но я думаю что и 3 должен нормально потянуть такой цвет золотистый необычный как на самсунгах на телефонах золотой цвет кнопка включения нас клавиатуре встроена даже не знаю включать его ли сначала уже зарядник подключу мало ли там может аккумулятор севший но инструкции и 장난 и талоны здесь какие-то как это интересно бумажке закон фон отчета реклам телефонов десять процент скидка на смартфон Zenfone в нашем магазине и как, по QR-коду что ли? Нифига себе, вот это, да, Asus дают скидку 10% на свою продукцию, в принципе, неплохо. Так, ладно, сейчас я подключу зарядник, продолжим. Так, подключил зарядник такой, Г-образный, удобно расположен, будет, не будет выпирать в левую сторону, здесь ламочка индикации зарядки батареи, загорелась красным цветом, интересное место на включении, в общем, здесь, как оказалось, Windows стоял, довольно-таки необычный Windows, в плане того, что здесь встроены какие-то фишки от Asus, даже на начале регистрации появился пункт зарегистрировать продукт Asus, там почта, короче, имя, чтобы можно было пользоваться McAfee, вот этим антивирусом, видимо, может быть, на год гарантия, это как бы лицензия, потому что сейчас на 30 дней, и нельзя было пропустить, оказывается, надо было просто далее нажать, ничего, не вводить, и он пропускает регистрацию, вот, что здесь из имеющегося, мы видим, я поставил обновление скачиваться, сейчас осталось перезапустить, как и думал, здесь график встроенный, 520 HD, потом, что у нас еще, электропитание, какая-то своя от Asus, схема электропитания, здесь нету высокой производительности, кстати, экономия, как и в обычных, есть только сбалансированные, и от Asus, причем у них описание одинаковое, также здесь у нас 4 гига, как я читал, домашняя для одного языка версия, вот, вот, рамки, кстати, толстые у крана, я только сейчас заметил, и есть какой-то свой магазин приложений, что ли, Asus Giftbox, что-то тоже, типа, продуктов, для софта, короче, какие-то здесь офисы всякие со скидкой можно покупать, больше чего-то такого, ну, соответственно, тему тут от Asus, короче, небольшая интеграция в оболочку есть, вот, такой ноутбук, также насчет пластика, пластик все-таки какой-то дешевый, клавиши нажимаются, как будто игрушечные, ну, короче, что-то мне пластик не очень понравился, в плане клавиатуры, вот этого всего, какой-то, увы, черный, не очень удобный, неприятный на ощупь, звук, кстати, не проверял, он такой, вроде, объемный, объем есть немножко, почему такая модель, сейчас, я установил сюда OpenOffice, потому что он бесплатный, VLC плеер и Zoom просили установить, ни разу не ставил, в принципе, больше, наверное, ничего ставить не буду, антивирус здесь на месяц хватит, потом будет встроенный от Windows, достаточно вполне его, в принципе, все, наверное, довольно-таки шусто работает, потому что здесь SSD все-таки стоит, и i3 процессор довольно-таки шустрый, хоть и старый, в принципе, модель, вот такие дела, так что для учебы, как говорится, пойдет, и места достаточно 250 гигов, не 128, и 4 гига оператива хватает вполне, в плане там игры и так далее, я не пробовал, может быть, сейчас YouTube попробую запустить на FullHD, но думаю, что не будет тормозить, если что-то еще будет интересное, продолжу, а так, всем пока, пока не забыл, помимо McAfee, здесь еще предустановлен был Яндекс браузер, я стал замечать, что его начали везде пихать, видимо, на уровне законодательства где-то я слышал что-то подобное, что русский софт будут везде в телефоны добавлять, видимо, в ноутбуке тоже, вот, FullHD здесь я открыл, посмотрел, не тормозит, решил из 4К открыть, и вроде бы 4К тоже не тормозит звук, и отключил, чтобы там прав не было, но сейчас я еще поставил скачивать обновление, но начал притормаживать, а так, в принципе, 4К, по крайней мере, не тормозило, сейчас начал притормаживать, но мы видим скорости интернета сейчас не хватает, хотя вроде полоска прогрузилась, но FullHD точно не тормозило, 2К поначалу тоже не тормозило, точнее 4К, сейчас 2К поставим, в общем, нормально, тянет, было бы, конечно, пободрее, если здесь еще была видюха какая-нибудь, чтобы разгружал процессор, поэтому за 30 тысяч я бы, наверное, такой не взял для дома, так что у меня немного другие запросы, я бы хотя бы с какой-нибудь стройной видюхой, точнее дискретной видюхой выбрал бы, но чисто в интернете лазить, мне кажется, хватит и ноута тысяч за 20, но за счет SSD он, конечно, будет вытягивать больше, чем за 20 ноут, но можно и за 20 SSD, в общем, такое двоякое чувство непонятно, вот, ладно, делайте выводы свои, но я бы себе такой за 30 не взял, всем пока, я решил запустить игрушку какую-нибудь, тут в магазине Microsoft танки можно скачать, причем не знал, что можно скачать без регистрации в магазине, в самом, без учетной записи, плюс еще в самих танках можно тоже без учетки запустить, по крайней мере, обучающий бой без учетки запустился, в принципе, графика достойная, ну, конечно, если считать, что она и на планшетах идет этот танки Blitz, и на телефонах, то уж на компьютере она точно должна была идти, ну, FPS не знаю сколько, но кадров 30, мне кажется, есть, теперь точно все. Субтитры сделал DimaTorzok